Иду, иду со своим кофе. Ну что, приглашаю всех на посиделки, на болтушки, как выразилась одна моя подписчица. На днях я купила себе новую кофеварку, потому что моя кофеварка, ну, сломалась у неё крышка. И вот я обошла так много магазинов, прежде чем купила вот такую маленькую кофеварку на одну чашку. И она не фирменная, обычная, стоит 10 евро, потому что я не нашла фирменную кофеварку, вот такую маленькую. Продавались только большие на три чашки. Ну, ладно, я не об этом сегодня. Про кофе и кофеварки я как-то расскажу в следующих видео. А сейчас приглашаю вас выпить со мной кофе. Жест мужского рода. Да, о чём я сегодня хочу сказать? Ну, сначала о хорошем. Одна моя подписчица спросила и попросила показать картину, которая висит у нас на кухне, немножечко поближе. Это картина моей младшей дочери, и она нарисовала её по методике, по-моему, нидерландских, голландских художников. Я, правда, в этом особо не разбираюсь, но так мне сказала дочь. Ну, что, давайте выпьем кофе. Единственный недостаток этой кофеварочки, вот когда наливаешь кофе, как-то, нет, в этот раз вот хорошо пошло. Обычно как-то выливается чуть-чуть, и я такая неумёха. Глоток кофе. Вау. Да, вот я сказала, что я больше не буду есть сладкого. Конфет. Ну, и сахар тоже. Сахар я вообще уже давно не ем. Ну, за исключением в каких-то продуктах. Но вот жизнь меня прямо вот провоцирует. Всё время провоцирует. Мало того, что на Новый год мы дарили много шоколада, так ещё вот нам прислали прямо такой презент с Казахстаном. Казахстан – это моя родина. Я там родилась, и большую часть сознательной жизни прожила в Казахстане. И вот вот такой презент. Конфеты. Ну вот, ну как так можно? А с Испанией нам тоже прислали сладости восточные. Ну, как вот так можно выдержать? Я, конечно, чуть-чуть попробовала отсюда. Ну вот конфету, я думаю, что я всё-таки съем. Ну, хотя бы одну. Тяжело очень удержаться. Итак, тема моего сегодняшнего видео. С возражениями. Хочу возразить некоторым моим подписчицам, которые пишут, ну, неправду и не знают, не знают толком, о чём, вообще о чём пишут. Вот услышали звон, но не знают, где он. Я хочу сказать о том, что в моём видео «Моя медицинская страховка в Германии» это видео было посвящено не моей пенсии. Но почему-то некоторые решили уже размер моей пенсии. Какая у меня пенсия? Я же говорила, что здесь, в Германии, надо иметь минимальный доход пенсии не меньше 10 тысяч евро в год. А кто-то уже посчитал, разделил и определил мою пенсию. А если моя пенсия 12 или 15 тысяч евро в год, доход от моей пенсии, так что же, я должна писать, что минимальный доход в Германии 12 или 15 тысяч? Так что надо слушать внимательно. Размер моей пенсии и мои доходы – это моё личное дело. Я публикую то, что считаю нужным. И ещё есть такая тема, которая не даёт покоя некоторым подписчикам. Что я унаследовала, что я продала, что я купила. Давайте оставим это. Это тоже моё личное дело. Я не думаю, что кто пишет вот такие комментарии, кричат на каждом углу о своих доходах, о том, что они продали, что они купили. И давайте мы же не будем трогать эту тему. Так что советую некоторым быть, ну, не такими любознательными. Если человек хочет, он расскажет. Но не хочет – это его дело. И следующее. Есть у меня такая подписчица – Людмила Лебедь, которая якобы живёт в Италии и имеет гражданство Италии. Но вот что странно, она толком не знает, какой процент пенсии унаследует один супруг после смерти другого. То она пишет 50, то 70, ну и только потом 60. И хочу сказать о пенсиях. Ну, неужели так тяжело зайти на сайт? В Италии есть Национальный институт социального обеспечения, или он называется ИМС, где можно найти любую информацию по пенсиям. Поэтому заходите на сайт, тем более вы живёте в Италии, знаете итальянский язык. Если вы не знаете, если вы плохо понимаете, у вас же рядом итальянец, наверное, ваш муж, ну или друзья итальянцы, которые помогут вам и объяснят всё, что касается пенсии. И не надо судить других. И ещё эта же Людмила Лебедь мне написала, что, конечно, ей хорошо. Она сидит на социале. Я на социале не сижу. На социале или эта социальная помощь даётся малообеспеченным, семьям, людям или беженцам. Я, слава богу, не подхожу ни к одной, ни к другой категории. Итальянская пенсионная система очень отличается от нашей русской. И она постоянно меняется. И поэтому, прежде чем что-то говорить и писать, надо всё-таки как бы интересоваться этими изменениями и только потом говорить и писать об этом. Потому что, вы, дорогие, иногда вводите в заблуждение других читателей. А если вы плохо понимаете и хотите вот именно понять сами, пользуйтесь гуглом-переводчиком. Это очень легко. Ну, об этом уже всё. И ещё что я хотела бы сказать. Вот у меня было видео про морской городок недавно, в зимнее время. И тоже одна моя читательница написала, что я говорю неправильно. Надо говорить яхт-клуб, а не яхтовый клуб. Ну, вот я вам ставлю прям вот такую картинку сейчас. Толковые слова Ожегова. Посмотрите туда. И ещё раз хочу сказать, прежде чем что-то писать, загляните в интернет. Там всё есть. Вот такие у меня новости. Вот этим я хотела с вами поделиться. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всем всего самого-самого доброго. Будьте здоровы! Будьте здоровы! Будьте здоровы! Продолжение следует...